Библейский портал экзегет.ру представляет Псалмы носят это надписание, некоторые нет. Понятно, что если это надписание есть, то речь идет о храмовом богослужении. Если его нет, неизвестно, может, идет, а может, и о чем-то другом она идет. Вот, а Псалом под музыку струнных, ясно, что было какое-то музыкальное сопровождение, по крайней мере, часто у псалмов, да, что их пели. Песнь — это один из жанров. И, кстати, нам трудно понять, как эти жанры соотносятся между собой, потому что где песнь, где искусная песня, где псалом — это, конечно, русские переводы, «Мизмор», «Маскиль», «Шир» на древнееврейском, ну, с нашей точки зрения они ничем не отличаются. Может быть, манера исполнения как раз там минор, мажор, то, что мы сегодня называем, да, тогда это как-то по-другому распределялось. Или, допустим, где-то это антифонное пение, там два полухория друг друга отвечают, где-то там солист вступает, а где-то хор целиком поет. Ничего об этом не знаем. Еще эти маленькие вставочки, которые переводят наш перевод как «Музыка», «Сэлла» по-древнееврейски, на самом деле, это некоторая пауза, остановка, ну, понятно, не просто все стоят и молчат. Наверное, в это время что-то происходит, но не пение псалма. Поэтому логично предположить, что просто играет музыка. Вот комментарии я даю такой длинный и сразу про многое, а псалом, на самом деле, очень короткий, очень простой. Вот бывают сложные псалмы богословские, насыщенные, а бывает, что человеку нужно просто встать перед Богом и сказать, «Слава тебе, Боже наш, слава тебе, и хватит на сейчас». Вот это такой кратенький псалом, он продолжает. Предыдущий, в общем-то, по содержанию, он совпадает с 65-м, но гораздо короче. «Бог да помилует нас, да благословит, да обратит на нас светлый свой взор, музыка. Тогда на земле узнают твой путь, и все страны увидят спасение, дарованное тобою. Да восхвалят народы тебя, Боже, все народы да восхвалят тебя. Пусть радуются и ликуют племена, ты будешь народы справедливо судить, укажешь путь племенам земли, музыка. Да восхвалят народы тебя, Боже, все народы да восхвалят тебя. Земле дает урожай, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог, и пусть трепещут пред ним люди во всех концах земли». Ну вот о чем это. Смотрите, сразу обо всем. Пусть у нас урожай будет хороший, пусть все народы увидят, что Бог с нами, что Бог вот так благословляет верных Ему. Хвалите, вообще-то говоря, Бога и все израильтяне, и все народы. Вот краткое содержание. Ничего особенного, ничего такого поучительного. А с другой стороны, вот образ какой-то очень цельный. Вот люди молятся, чтобы у них хлебушек на полях уродился, да? Такая простая, корыстная на самом деле молитва, да? «Я хочу получить урожай хороший, чтобы не знать горе следующую зиму». Ну, на самом деле, скорее, следующее лето, потому что в Палестине как раз зимой в основном выращивали, когда сезон дождей выращивали зерновые. И одновременно все народы увидят спасение твое. То есть вот такая цельная жизнь, где урожай в твоем саду, на твоем участке поля, и одновременно всемирное познание Бога – это явление одного порядка. Вот нет мелочей и нет глобальных проектов, знаете, там «возлюбил все человечество», а те, кто вокруг, просто видеть не могу, такие они противные. Это все вместе, и семейная жизнь, и жизнь человечества, и молитва к Богу, и труд в поле. Вот, может быть, этот краткий псалом просто нам показывает, что иногда без лишнего многословия это все тоже может удастся, ну, а может, и не удастся. Но вот в этой части псалтирия им все удается. И более того, это история народа, это история не только личного человека, о чем нас еще раз наставит 67-й псалом. Субтитры создавал DimaTorzok